Здравствуйте, уважаемые друзья! В очередной раз хочу вам предложить связать мушку микро для не только зимней рыбалки, но и для рыбалки практически круглый год. Как видите, величина ее достаточно относительно нашей спички. Вязать я буду на крючке номер 20. Но желательно начинать вот на таких крючках с номера 18-16 пробовать. Так как детализация по материалам очень сложна. Кстати, о материалах. Я буду использовать, вот я вам показываю, вот такая тесьма флюо, которая продается практически в любом каждом галантерейном магазине. Ее можно подобрать вам по оттенкам, какую вы сами для себя пожелаете. Одного метра вам будет достаточно на очень длительное время. Стоит он приблизительно, так чтобы я вас не обманул, в районе 1 гривны. Это порядка 10 евроцентов. Огрузил крючок я бусинкой, где-то в районе 1,8 миллиметра. И самым тонким свинцом, какой только лишь у меня был, где-то 0,18-0,2. Я попытался немножечко огрузить нашу нимфочку. Теперь мы с вами, как обычно, наносим на цевьё кусочек немножко клея. И задвигаем всю нашу конструкцию до шарика. Хорошо-хорошо спрессовываем наш свинец. Промажем немножко наш свинец. Клеем. И теперь будем крепить элементы. Необходимо, конечно, чтобы у вас нитка была белого цвета, так как все элементы, которые мы с вами будем крепить, будут проявляться при намокании. Чтобы сильно много не наматывать, я буквально одним виточком закреплю нашу нить, отрежу и добавлю лучше клея. Так как тело у этой нимфочки должно быть прогонистое. Желательно, чтобы не было нагромождений материалов. Вообще, это принадлежит такой стиль изготовления нимф чешским вязальщикам, которым я с глубочайшим уважением отношусь к их любой работе. Проверенная, продуманная, как с материалами, так и с самими мушками. Но учитывая то, что у нас рыба несколько другая, поэтому мы вынуждены применять материалы совсем другие. Подготовим с вами хвостик. Из пера черка или древесной утки я отщипнул совсем немножко вот так на наш хвостик. Пока вымеряем его длину, она должна равняться где-то половине длины нашего тела. Подхватим здесь. Здесь ничего пока окончательно не приматываем. И большими вот такими широкими шагами наполовину подхватили, остатки материала отрезаем сразу. Столько будет нам достаточно. Теперь я буду крепить сразу два материала, из которых я буду изготавливать тело. Это вот типа цвета шартрес, что-то напоминающее, как трава наша. И сразу креплю близко к морковному цвету нить. Следим за тем, чтобы как можно меньше было бугорков. Лучше протянуть нить, подправить, расправить, так, чтобы она у нас была несколько ровнее. Подровняем переход нашего свинца. И доходим до нашего шарика. Здесь мы теперь нашу нить можем закрепить и убрать. Теперь я поворачиваю наш материал морковный к шарику, а зеленым начинаю выполнять обмотку у хвостика. Необходимо ровно 2-3 миллиметра произвести обмоточку. Можно выполнить красным, можно выполнить несколько другим, но я определился именно вот таким цветом, поэтому совсем-совсем немножко формируем. Вот такой наш переход. Вот столько нам будет достаточно. И теперь я выполняю совсем обратную комбинацию. Можно, в принципе-то, учитывать длину моей нитки, выполнить здесь завершающий узел. Немножко протаскиваем нашу нить ближе к колечку, и здесь выполним завершающий узел. И теперь продолжаем аккуратно виток к витку формировать тело нашей нимфы. Следим за тем, чтобы не было у нас бугорочков. И разравниваем наши пряди. Если у вас имеется юнифлос, это один к одному тот же самый материал, который я показал вам. Только изготовлен он совсем в другом варианте. Дошли до нашего шарика. Теперь мы с вами закрепим нить и закрепим материал. Мы с вами закрепили материал. Теперь нам необходимо с вами будет нанести хотя бы небольшую капельку лака, чтобы наше тело пропиталось. Я беру все тот же лак, которым я пользуюсь. И стараясь аккуратненько, так как мушка у нас маленькая, не переусердствовать с лаком. Если выходит так, что переборщили, лучше сразу остаток убрать. И подождем, пока наш с вами лак не прихватится. Лак наш уже подсох. Нам теперь необходимо перышко CDC. Без него мы, к сожалению, никак не можем обойтись, так как имитацию лапок крайне сложно на такой мушке изготовить. Крепить можно по-разному. Можно отщепнуть, сделать справа-слева. Я сейчас вам просто покажу, как можно сделать по-другому. Я беру, расщепляю нашу нить. Приблизительно ее делю на две равные части. Беру наше перышко, так как мы его уже с вами подровняли бородки, и зажимаю в нашу нитку. Держу на пальцы, чтобы мне было удобно потом подровнять. Можно сейчас подровнять бородки. Наша перышко уже никуда не держит, не денется их величину. И удерживаю перо и нить. Желательно, конечно, взять ножницы соответствующей длины. Я отрезаю у ости все перо. И теперь спокойненько начинаю скручивать нить. Я ее отпускаю, и она сама уже, как говорится, подкрутилась. Вот буквально совсем-совсем немножечко нам необходимо. И отводя бородки нашего пера, промотаем здесь воротничок. Вот столько нам будет достаточно. Если по каким-либо причинам, допустим, вы изготовили себе вот такой ершик, а длина бородок разная, можно наклонить все бородки вот так вперед и пообщипывать. Только пообщипывать, потому что при общипывании остается нормальная форма нашего перышка. И все. Теперь, для того, чтобы моя нимфа соответствовала нимфе, нам необходимо обозначить ячехлик. Для этого я беру совсем немножечко, вот так вытаскиваю прядь нашего даббинга голографического и стараюсь выровнять наши волокна в одной плоскости. Вот так. И беру, подравниваю в натяжечку, переламываю. И теперь эту часть, которая у меня, вот она, она образовалась, я должен закрепить ее сверху. длина ее приблизительно до середины туловища. Подравняли, удерживаем и буквально парочка оборотов больше не надо. Этого будет достаточно. Как обычно, я беру, наношу на нитку капельку клея. совсем-совсем немножечко. И в этом месте, отводя бородки, пера, чтобы не подхватила наша ниточка, я проматываю. Переворачиваю обратно наш материал, который мы закрепили с вами. И также вот эти волокна, которые мы с вами вровень отрезаем. У нас вышло что-то вроде чехлика. Теперь нам необходимо еще с вами изготовить небольшой ершик, который будет напоминать у нас воротничок нашей нимфы. Для этого я возьму совсем немного даббинга, черного цвета из меха писца. Можно взять коричневый, черный, как вам будет удобно. Желательно так, чтобы даббинг был сам по себе крепкий и в то же время имел вот такую достаточную ворсистость. нанесу клей вместо ваксы и совсем немножко нашего даббинга. если у вас есть допустим заяц это было бы конечно в идеале. Но учитывая то, что мы изготавливаем мушку для других нужд можно без зайца нашего обойтись. и буквально вот как у меня он немножко рыхловатый наносим его сразу вот за нашим шариком. Чтобы не делать как обычно 10 витков я сразу наношу на нить капельку лака и здесь уже выполню завершающий узел. Исходя из того, что я специально нанес несколько рыхлым даббинг. Сейчас когда мы пройдем вот ниткой с клеем наш даббинг станет несколько плотнее и в то же время куда не попал клей мы сможем сейчас придать небольшую рыхлость. Делаем завершающий узел отрезаем нить и теперь с вами возьмем даббинговую иглу и слегка распушим вот так по краям немножко наш даббинг. вот так и как вы видите вот такая довольно таки уловистая мушка практически в бесклевье выручает очень сильно. Готово. благодарю вас за внимание до скорых встреч.